24 ноября в Музее истории Латвийской железной дороги открылась международная художественная ярмарка «Рига Артфейр-2014», которая продлится до 30 ноября. Главное событие ярмарки – масштабная выставка, в которой, кроме латвийских, участвуют художественные галереи из Германии, Швейцарии, Италии, России и других стран. В Ригу прибыли работы Сальвадора Дали, Марка Шагала, известного итальянского художника-сюрреалиста XX века Джорджо де Кирико, российского художника Виктора Кротова, современного грузинского художника Георгия Бораташвили и многих других. Выставка задумана как коллективный смотр художественных галерей, в рамках которого каждый из участников представляет свой отдельный стенд. На ярмарке всего в данный момент 17 участников. Наиболее интересная галерея, я могу кого-то забыть, из Швейцарии, из Лугана, галерея «Имаджо», «Имаго», которые на стенде выставляются вместе с Дали и Универс, которые представляют оригинальные скульптуры Дали из бронзы. Из Балони к нам приехала галерея и издательство, которое занимается изданием художественных альбомов «Бора Арте». Из Москвы к нам приехали три галереи, файн-арт, культ-проект и одна молодая галерея, которой графикой занимается. В Риге мы представляем, как пинаготека фонс, мы представляем художника Виктора Кротова с его персональным стендом, художника Норманда Браслэня. Мы представляем на Арт-Риге грузинского художника Георга Бараташвили из Тбилиси. Из латвийской галереи будет еще галерея Биркинфелд. Том Звер был руководителем галереи, он представляет латвийскую литовскую классическую фотографию. Также на Рига Артфейр 2014 пройдут дискуссии по актуальным вопросам современного искусства, на которых выступят известный художественный критик Саймон Хьюитт из Швейцарии, российский публицист и арт-куратор Марат Гельман и латвийские арт-критики. Предполагается, что Рига может стать местом регулярных встреч профессионалов, работающих в сфере современного и актуального искусства из Северной, Западной и Восточной Европы, а ярмарка «Рига Артфейр 2014» ежегодным мероприятием. На церемонию открытия «Рига Артфейр 2014» зрители увидели постановку «Предчувствие конца XX века. Театр одной картины». Симфонетту по мотивам полотна «Предчувствие конца XX века» художника Виктора Кротова на музыку санкт-петербургского композитора Александра Чайковского исполнили пианисты Полина Осетинская и Алексей Гориболь в сопровождении оркестра симфонетта «Рига» под управлением дирижера Андриса Вейсманиса. Сперва, конечно, появилось само панно «Пречувствие XX». Но когда мы задумали делать выставку в новом манеже, мою персональную, большую, то, так сказать, зародилась мысль у нас в Москве знакомые, сказали, что вот есть такой композитор, которому, наверное, будет интересно. Это Александр Чайковский. Мы его пригласили в мастерскую, он посмотрел это и, так сказать, вдохновился и сказал, что да, он берется. Это ему, так сказать, интересно. Ну, прошло немного времени, и вот появилась эта симфонетта. Сколько примерно картин будет выставлено, вот как в рамках арт «Рига» именно ваших картин, и какие можно будет посмотреть и, может быть, приобрести? Приобрести с конца ночного можно любую, а всего 20, нет, 19 картин и два объекта. Ну, достаточным для такой выставки вполне. Ярмарка открыта для всех посетителей. Билет по цене 7 евро дает возможность не только ознакомиться с произведениями искусства, но и поучаствовать в дискуссиях и других мероприятиях дня посещения. С программой «Рига Артфейр 2014» можно ознакомиться на сайте artriga.com. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!